Здравствуйте, друзья! Значит, мы в предыдущем выпуске, мы быстро там съездил в пару магазинов, мы заехали в Мейстерс, потом Джесси Пенни, и там посмотрел, что на полках, и вот этот просто такой стандартный 501, стандартный, я имею в виду ширпотребовский. Вот, и значит мы, так я просто хотел, дискуссию открыл, потому что много было комментариев там, вот почему, зачем-то мне покупать вот эти за 200 долларов, или там за 250 даже долларов Джесси, и какого хряна я буду платить, такие деньги, когда пойдут за 40-50 баксов, ну вот мы и нашли, это даже не 40-50 баксов, это где-то 69, да, ну, это очень, даже вот так на первый взгляд, это очень-очень как бы, тут даже, вот, жалко, что нельзя по видео передать, но это просто тряпка, это вот действительно, я даже не могу, у меня слов нету, я сейчас его сравню, у меня есть, я купил где-то в начале, где-то вот, там, 15-летней давности, ну, джинсы я просто часто не носил, но вот тоже 501, и сравним, и значит, ну, это даже, я не знаю, даже те, которые вот 10-15 лет выпускались в Мексике, они, ну, просто на голову выше, вот, здесь вот, во-первых, давайте с денимом, деним очень-очень рыхлый, он, я не знаю, это там где-то 12, 12 с половиной оунсов, как бы вес очень такой легкий, ну, как говорится, я про детали не буду, детали, они, в принципе, стандартные, везде вот эти пуговицы, обычные металлические клепки, все, ну, все, как бы, вот там, ну, здесь, конечно, клепок нету, вот здесь обычно только это для вот таких моделей, как типа 47-го года, LVC, там делают такие спрятанные клепки, вот, ну, первое, самое главное, самое важное, это деним, потому что мы, если деним, как говорится, дешевый, тут даже не о чем, во-первых, цвет, они уже, это, они, как бы, это было не, как бы, не сыром, они были, как бы, ринз, dark ринз, но он уже, видно, что он очень такой бледноватый, то есть, вот, давайте для сравнения, смотрите, вот эти уже были после стирки, три раза стирались, это вот LVC, 1947 год выпуск, вот, это, конечно, совсем другого плана джинсы, но эти уже были выстирены три раза, и, ну, тут даже никакого сравнения, то есть, это, и даже и деним, и все, селвич деним, тут вообще земля и небо, вот, ну, давайте так, пройдем, здесь обычные, как говорится, ну, это в Ширпотребовске, они, у них чейнстич не делают, это просто-таки дешевые, одиночная такая прострочка, значит, ну, идет вот такой, это не Zip, а у них Fly, ButtonFly, Closure, то есть, на пуговицах все, вот, аналогично мы давайте вот с Premium сравним, это вот тоже ButtonFly, вот, то есть, это все, так бы, стандартное, да, вот, то есть, это у нас джинсы, это у нас 260 долларов, а это вот то, что вы, самые такие вот сейчас ширпотребные, да, вот, она так, на первый взгляд, они, да, но, пуговицы, вот те же, но, опять же, материал, это вообще ни в какой стороне, тут даже никакое сравнение, вот, значит, сделано это, это у нас сделано в Египте, да, это сделано in Egypt, так, значит, ну, сейчас Египет, Бангладеш и прочее, 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 вот, пожалуйста, значит, пожалуйста, это, вот он, и ценник здесь, здесь даже 70 баксов, вот, 70, то есть, со всеми таксами, с налогами это было 73 бакса, вот, вот такие пироги, то есть, это, то есть, ну, как это, ширпотреб, оно и выглядит вроде и туда-сюда, и Levi's Label, но это просто смешно, вот, значит, это 34,30, обычно я такой беру, я быстренько промерю, вот, сравню, как они, то есть, эти уже, ринс, то есть, как это, прополоскали их, да, это не, я не нашел сырого, там не было, вот, на этих полках, то есть, это можно заказать, конечно, да, ну, мы быстренько проверим, вот, этот, значит, в талии, как они, in a waist, я быстро, я всегда проверяю, потому что они разные очень бывают, ну, это, ну, да, 18, в принципе, правильно, этот передний подъем, front rise, у них идет, значит, почти, что 12, это даже 11 и 75, да, в принципе, по стандартам, так, и в коленях у нас идет тут быстренько 13 вниз и такой же, это стандарт, 9, 9 inches в коленях и немножко пошире, здесь 8,5, немножко пошире здесь открыто, вот, ну, эти мало усядут, поскольку это уже, как, как говорится, TTS, это обычно, вот, они могут взять, можно, на 1 инч здесь, вот, ну, в общем, вот такая, это очень печальная картина, почему, потому что, вы знаете, я, вот, честно скажу, я честно скажу, что вот это вот я сохранил, я вот сейчас, это были джинсы где-то в начале, вот, я честно скажу, 2000, наверное, седьмого года, вот это, сейчас давайте эти уберу, это вот джинсы, и это, честно говоря, тоже были ширпотребовские, это были, это не были премиум, ни LVC, ничего, они очень-очень хорошие, это, кстати, он такой-то, он довольно легкий деним, но очень такой, дэнс, как бы, очень плотный, эти были в Мексике сделаны, великолепного качества, кожаный, кстати, натуральная кожа, вот этот, значит, вот такого плана, как 93-й сейчас делают, вот эти Made and Crafted, вот, делают такой кожаный лейбл, то есть, эти были почти, что они, вот, пока сейчас, смотрите, здесь даже был такой чейнстич, как сейчас делают на дорогих джинсах, то есть, все было сделано, вот эти мексиканские пошивы были абсолютно великолепны, хорошего качества, они сейчас перестали, почему-то в Мексике уже, не знаю, сейчас ничего не делают, все перешло в Бангладеш, Вьетнам и в Египет, вот, и там Пакистан, как мы на видео там видели в предыдущем, да, вот, это я вот сохранил, и вот то, что, вот, вот, 15 лет, 15 лет давности, вот, какого были великолепного качества, даже ширпотребовские, и что сейчас, вот, значит, ширпотребовские вот эти я сохранил, чтобы сравнить, потому что, ну, это, ладно, это не STF, кто-то мне задал вопрос, почему не STF, вот это STF, потому что STF я бы купил новые, их бесполезно сравнивать, поскольку, ну, STF, они, их надо стирать, а так их, что, надо после стирки просматривать и делать обзор, а мы вот сейчас сделаем обзор, в принципе, это тоже двухлетний, я хотел выбросить, ну, во-первых, посмотрите цвет, это я постирал, буквально, они были замочены туда-сюда, потом они усели на меня, то есть, это shrink to fit, как бы, на усадку покупаете, да, на, в принципе, на размер или два в поясе, и по длине надо брать, там, на два-три, на два или на четыре инчи, вот, ну, во-первых, смотрите цвет, это буквально было один раз замоченный, два раза постиренный, они уже полиняли, они как, вообще, ну, дешевые джинсы, они полиняли моментально, у них вообще уже настолько голубой цвет, и вы сравните, давайте сравним, где у нас, 47-го, вот, вот, LVC, после трех стирок, вот, смотрите, ну, это, это вообще, это уже будет как тряпка у вас, вот эти, да, а LVC, то есть, они не должны, хороший селвич деним, он так быстро не линяет, вот здесь вот это, такое яркое доказательство, да, а это все уже, вот, три стирки, они уже практически уже, ну, они, нету такого вот этого темно-синего индига великолепного совершенно, вот, ну, вот, к сожалению, значит, вот эти вот, это вот STF, это вот STF 505, тоже такая же бумажка, картонка здесь, вот это она выглядит как кожа, но вот это все из картонки делают, как и то, что мы взяли в Мессисе, пожалуйста, у нас, тоже вот эта картонка дешевая, она будет потом порвется туда-сюда, это, конечно, не кожа, вот, ну, что еще, здесь тоже дешевый стич такой, то есть, вот это вот два, два у нас ширпотребовских таких, деним ужасный, значит, единственное, что я срезал лейбл здесь, вот с этих STF, и я даже не могу ручаться, где это сделано, но это точно не в Мексике, это где-то там было, не знаю, скорее всего, в Вьетнам или Бангладеш или Пакистан, вот, ну, вот так вот, я не думаю, что эти стоят, и вот даже 40 баксов за них платить, так сказать, сейчас можно, ну, здесь можно заказать где-то сделаны, здесь американские фирмы, несколько маленьких, там, Brave Star, есть Telleson, есть Гастин, великолепные джинсы в районе 100 долларов, то есть, они все производят из японского денима, и, ну, есть даже старый такой конмилс из Северной Каролайны остался, то есть, такой реальный деним можно заказать вот за 100 баксов, чем вот эту вот ерунду, не стоит того, вот, поносил, буквально три раза посервал, и все, ну, это на вопрос идет, вот, к сожалению, вот, вот такой вот ширпотреб, ребята, значит, есть какие-то, если вопросы, пожалуйста, задавайте, значит, пишите комментарии, значит, и там есть много комментариев, так сказать, и такие негативные, типа того, что, ну, что это, дерьмо какое-то, я совершенно, так сказать, это не мои компании, я не продаю ничего, я, так сказать, просто то, что констатирую, то, что передо мной, вот, есть, какого качества, то, что я вижу, то, что щупаю, вот, чтобы помочь другим, достойно, любителям денима, вот так вот, вот, ну, все, хочу еще предупредить быстренько, что, когда вы берете, обязательно смотрите на лейбл здесь, где вот, сейчас много синтетики суют, вот, смотрите, если 100% хлопок, я вообще терпеть не могу, когда делать, ну, люди, когда есть стретч, это, ладно, там, 2%, 1% делают, вот, так сказать, эластин, эластика или нейлона, а сейчас полиэстер везде, иногда даже я захожу, вот эти дешевые, они все так выглядят нормально, я туда, но туда в синтетике ширует, и даже вышел я, вот меня там спросили, где вот покупать ЛИ, там, европейский веб-сайт, я посмотрел на европейской, ЛИ некоторые, вот, это, 101, там чуть ли не 45% вот этого полиэстера и добавляют какой-то ерунды, то есть, обязательно, внимательно смотрите, если покупаете, то, что там, значит, это 100% хлопок, это очень важно вообще, или, значит, посмотрите на лейбл, если вы в магазине где-то, вот, вот эти маленькие лейблы, их очень важно читать, из чего составная какая вот этого денима, вот, потому что, ну, они не указывают обычно, где деним сам сделан, и что, и последнее, что я хочу добавить, что там какие-то комментарии были, ну, вот он, дилетант, что там, что ты там знаешь вообще, туда-сюда, я, честно, не претендую быть профессионалом совершенно, это я просто любитель, я, то, что я знаю свои знания, я просто хочу поделиться с другими фэнами и любителями денима, и у меня никаких, совершенно никаких претензий нет на быть каким-то профессионалом там, я не работаю ни в Levi's, ни в одной джинсовых компаниях, это просто делиться моим опытом, потому что я сам, это дорогая покупка обычно, вот такие селвичные, я сам выхожу на YouTube, и мне очень интересно, и люди просто, как же, делятся с тобой, и это очень помогает просто покупать, поэтому я не продаю их, я не собираюсь их рекламировать никому, так что это такой, как говорится, disclosure, вот, ну спасибо всем большое, и ставьте лайки, подписывайтесь, и мы много будем еще обзоров делать в будущем, пока!